Все-таки, почему мигранты соглашаются работать без трудового договора? А потому что, представьте себе, вот вам 32 года, у вас трое детей, больные родители на руках, они остались там, и вы должны, вы должны каждый месяц послать им хотя бы 200 долларов. И никто не хочет нанимать вас официально. Вот просто никто. У вас нет выбора, вы вынуждены идете на это нарушение. Кроме того, мигрантов очень часто обманывают с заключением трудового договора. Это редко бывает в строительстве, но, например, в клининге это сплошь до рядом, и в мерчендайзинге. Мигранта якобы нанимает на работу организация, но на самом деле работает он не здесь, а где-то в пятом, в восьмом, в десятом месте. Его без конца перекидывают с участка на участок. Договоров официальных между этой клининговой или мерчендайзинговой компанией и конкретным заказчиком нет. Поэтому доказать, что мигрант работал вот здесь, на эту компанию, почти невозможно.